Денежные средства Можно забрать и за 33 или даже бесплатно Конечно, как вариант, можно следить за распродажными сайтами или твиттерами Но это не всегда удобно, знаю по своему опыту А вот получать пуш-уведомления от приложения о том, что наконец-то какая-то игра подешевела Это как раз то, что доктор прописал Собственно, львиную долю функциональности AppZep я уже назвал Приложение умеет показывать скидки на игры для iOS и Mac А также вы вполне можете создать свой список из желаемых приложений И AppZep само уведомит вас о том, что что-то из списка теперь бесплатно или стало гораздо дешевле Интерфейс приложения представляет собой сетку из 14 иконок 12 на одной странице и 2 на второй Уже глядя на него, можно предположить, что AppZep может многое Это действительно так Но я более чем уверен, что всех нас куда больше интересует не то, что делают наши друзья в этом приложении Не новости AppZep, а именно скидки Поэтому перейдем непосредственно к ним Это распродажи и бесплатные приложения Тапнув по иконке, мы переходим к списку того, что подешевело Что-то скинуло в цене с 33 рублей до 0, что-то с 66 Это все прекрасно видно С первого взгляда интерфейс может показаться перегруженным Да и со второго, пожалуй, тоже Да и вообще, в целом, внешний вид AppZep иначе как перегруженным и не назовешь Информация на экране, по моему мнению, весьма и весьма концентрирована Аж порой глаза разбегаются Хотя, с другой стороны, к этому можно привыкнуть Что касается самих скидок Очевидно, что далеко не все приложения, сбросившие в цене, достойны того, чтобы попасть на ваши iPhone или iPad Список скидок пестрит совершенно неинтересными приложениями и играми Однако, благодаря фильтрам можно выбрать, например, только игры для Mac Или, скажем, приложения для iPad, чтобы убрать с экрана все лишнее Это достаточно удобно в случае, если вы ищете что-нибудь под какой-то конкретный девайс Хотя неплохо бывает и просто зайти в общий список и вообще посмотреть, что стоило бы загрузить, пока цена остается вкусной Помочь в этом, кстати, смогут другие пользователи AppZep В приложении есть возможность оценки и комментирования Причем попадаются комментаторы совершенно разных концов света и из разных стран В Pro-версии приложения можно перевести комментарии нажатием одной кнопки Правда, перевод ясное дело машинный Но представление о том, что хотел сказать тот или иной пользователь, составить все-таки можно На данный момент существует аж четыре версии приложения Две бесплатных для iPhone и iPad и две платных, также для телефона и планшета В чем, собственно, заключаются различия? Их на самом-то деле не так и много Во-первых, в платной версии, как я уже только что сказал, есть возможность перевода комментариев к приложениям Также пользователь может выставить уведомления о конкретных скидках до желаемой суммы Что очень удобно, если вы собираетесь пользоваться приложением, что называется, на полную катушку Однако сразу оговорюсь, даже если вы потратите 33 рубля на Pro-версию AppZep, будьте готовы наблюдать рекламные баннеры в списках приложений От этого никуда не деться и это нужно воспринимать как данность Баннеры небольшие, особо не раздражают, но, конечно, было бы куда лучше, если бы они и вовсе отсутствовали Собственно, на этом, думаю, можно и закончить Приложение действительно полезное для тех, кто хочет всегда знать о скидках в AppStore и не тратить деньги там, где их можно сэкономить AppZep создан именно для этого, причем, как таковой необходимости в платной версии нет Поэтому можно и не тратить 33 рубля на Pro-версию А на этом все, с вами был Илья Казаков Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставайтесь с нами на appleinsider.ru Пока-пока